24 июля еще не закончили но из-за масла приехала тут смотрим машина идет уже по нашему мосту вот по насыпи это за заказали сейчас масло привести черную канистру в сергей павлович попал но все его власти давайте добрый день как попали сюда мы едем едем дорога вроде привела сюда дорога только делается вот мы едем думаю как же тут куда-то это заправщик и дорогу сделал а заправщик то я отправляю заправляли поэтому думаю дай-ка поеду по этой стороне вот видеть с этой стороны поднялись здесь мы сравняли что там делаете думаю в эту посмотрю что вы делаете еще бы там то видите все эти сваями забивали то 80 свай забили где прогрызли бобры все нарушили они потом не нарушит еще это опразмоленые они не берут их берут нет это бобры а в дальнейшем все равно они же может там прорыть и нет но на бобров мы позвонили уже в охотнадзор и чего будете уничтожать говорит примем меры какие меры пока мы не знаем первые какие меры один ну там я сейчас прошел берег там на рыжковском там хатки у них стоят но не в дальнейшем у нас уже плотинки такие ухо ушли вот и ермачевку туда то что значит и вот эту ческотниковская там плотинку два дня только стояли у него деталь какая-то поломалась потом дожди идут дожди непрерывно все где только по-настоящему вот и много еще вас да да еще на рыжковском там разбили у нас с той стороны надо выровнять ведь она идет он где куча у него с дороги соединяется то надо соединить еще поднять там там же да там приподнимает он нет он говорит завтра кончено тут у нас соединительный канал вот между этим и первым мостиком там сделали и прошлом году мы его не знали какой уровень воды будет сейчас мы видим что поднимать надо сейчас поехать туда а весной как она вода у вас отвод куда пойдет а вот канал соединяет туда дальше всегда так было а здесь она не пойдет она как пойдет когда там канал там канал бывает снегом забитый а про копали напрямую не идет нет прокопали копали там больше двух метров высота была тут такая бригада работала а зимой допустим с ним занесет мы на зиму если воды нету только нынешний год мы шубинский спасали значит там столько техники нагнали ну вот так пока там с него таки они твердый плотный снег такой она напрямую же идет вода тою но на поныне счет видишь как а спуск здесь никакой не делать ничего не делать она прошла вся каналом у нас канал был прокопан к бы не копали канал защиты еще бы не было все утекло но бобры это у нас еще рыжковский конце деревни разъели который в деревне там она копает на подходе под водой не к бы в нас а то копает от насыпи поднимается посередине насыпи дальше уходит в сторону опять вниз и уходит уже под землей с другой стороны таким фонтаном все озеро ушло полностью а то что прошлый год делали плотинки они сохранились сохранить которого деревне все сохранилось там рыба есть все запустили опять мальков зимой то там остаток пробивали они продыхи то переловили здесь вот сейчас уровень такой стоит которого никогда еще не было три с полнометра примерно на метр можем свободно сейчас начинать поднимать только устоялась и посюда ездить теперь напрямую через моринске посюда у меня вот он закончил через два дня говорит и можете здесь поездить покороче вам будет мы сюда предки попадаем иногда бывает момент в это основном тамбуринске для животного садо завтра заправщика надо вот я узнал что поехать сколько там на сколько и залива 300 300 метров заливал так сережа вода уже течет видел на первом оси кита вода течет спаси христос никита никите позвонил он сергея я привезли масло заправших то был горд мы говорим тебя нашли где отвернуть то там следа то не было а второй раз они уже свободно а третий раз на рыжка все уже дорога будет такая первый самый трудный первый мостик нам нужно чтобы не размывала мы сначала все прорывы засыпали кирпичом битым а сверху будто бутом и все корова не порвали с немножко стенам а я сюда пройду до вот в воду кого на и поехали вот только только туда это прямо в деревне идет она в деревню заходит а дальше идет она на разъезд и на на трассе вода есть вода а чё ж не сказали им ну понимаете как у меня на вода такая что и питью не будет она у меня тут стоит неделю вам заливать не пить пить но надо что-то сделать на было сказать они бы холодной воды привезли из колодца бутылку дайте я налью может она вам понравится а я там в воде держу в озере да давайте тут все разглажено будет будет по-другому он здесь поднял вот здесь около метра в середине этого 2 и там видно где а поднимать ему надо расширять он расширил то 4 метра баллоны сделал 10 метров тут работа очень большая ну что пирамиду то сохранить ему надо ее основание увеличивать 45 градусов тут никуда не денешь давайте вам фамилию имя отчество то назовите чтобы я знал а печеников повелим так а и звать владимир николай васильевич николай васильевич так это вы родня ему этому валерии да я скажите а владимир как величать у него отца nome of me sounds у него отца вале владимир валериевич борьбы это валерия владимир face от владимир валерий к agree a guess но которой вот и на днем начальник владелий владимирович вот владимир валерьевич вот это этот мой сват он не доводится на части мы зовем на валери владимир и'? им подписываться так. Валерий Владимирович, да, Валерий Владимирович. Так, а у Владимира, который его отец, как это? Это я не знаю, потом что я вам не скажу. А еще у него братья есть, нет? Есть, братья, сестры есть. Дело в том, что Чернышова, близко нам Владимир, знакомый, очень, узнать, у него он ли это, жил в Кизыле. С ним побеседуйте, он вам информацию сделает. Ну вот, ладно, с Богом. Так что, снабжайте нас горючим. Все. Это, подождите-ка.